Вот попросил я вас вчера немного, немного помочь девушкам из Запорожья, которые плетут маскировочные сети. Вы же услышали мое слово немного, чуть-чуть. Понимаете, что такое чуть-чуть? Вы знаете, сколько вы собрали денег вот этим женщинам, девушкам и даже бабушкам из Запорожья, которые плетут маскировочные сети? За сутки больше, чем 200 тысяч гривен. Ну, точнее сказать, не могу, потому что сумма растет. Во-первых, больше не надо, пожалуйста, горшочек не вари, спасибо вам большое всем, кто это сделал. Это просто реально очень большая сумма. Они просили 50 тысяч, вы пожертвовали больше 200 или 200, я не важно. Вот правда, в этой ситуации совершенно не важно. Важно, что будут маскировочные сети для наших бойцов. Это важно. И Людмила, представитель ГО «Вирю в Украину», которая руководит, занимается этим проектом, она написала нам с вами письмо, нам с вами. Дякую вам, шанованный пан Михайлов. Ну, на самом деле, нам всем, да, не мне, естественно. За ваше шире сердце и потужное слово. Мы натхненны такой эпитримкой вид вас и ваших слухачив-глядачив. В наших руках появились новые силы, и каждый узелочек на сетке будет намолен на удачу для наших воинов. Благодарим за каждую гривну, за каждый комментарий. Читаем всей командой. Там, когда вы присылаете туда деньги, переводите на банку, вы еще иногда имеете возможность оставить комментарий. Так вот, знаете, эти девушки сидят и читают сейчас ваши комментарии. Они мне даже какие-то переслали. И один я особо выделю, вот чтобы сказать вам, ай-яй-яй, это от Оксаны, я фамилии не называю, естественно, потому что все анонимно, да. От Оксаны комментарий, значит, она перевела сумму, вот она перевела, как я просил, ну, такую нормальную сумму, да, все, 84 гривны и 7 копеек. 84 гривны и 7 копеек. Со словами «все, что было», Харьков с вами. «Все, что было», перевела Оксана. «Ну, Оксана, ну, вы себе тоже должны оставлять, вы же поймите, вы нам нужны, мы все друг другу нужны. Давайте без фанатизма, я же просил. Я на самом деле очень искренне благодарен вам, что вы так откликаетесь каждый раз, неимоверно совершенно, превосходя все абсолютно ожидания. Но вы же себе оставляете тоже, так нельзя, я серьезно говорю. Вот, вот там эти девушки в Запорожье, которые вяжут эти сети, они мне прислали даже коллаж из ваших комментариев. Опять-таки, я большую часть зачитывать не буду, в силу того, что это должно оставаться анонимным, естественно. Но там в основном все в духе Божьей береги наших детей, это про наших воинов, естественно. Или «Хай горить в пекле», сами понимаете, какие, сами понимаете, кто. Или же много благодарности в адрес этих девушек, которые плетут эти сети, потому что они сохраняют вот эту всю стойкость, сохраняют веру. Несмотря на то, что враг стоит буквально в 30 километрах от их домов сейчас и обстреливает их каждый день, они продолжают вот уже, кстати, с 2014 года заниматься вот этой вот работой. Так вот, эти девушки из этого проекта, они придумали нам, в нашей программе, такой термин «Шейтальмани-мометр». Вот есть «Шейтальмонометр», а это «Шейтальмани-мометр». Сколько средств собрано. Спасибо вам большое. И сегодня, в конце выпуска, я специально это сделаю в конце, вы увидите небольшой привет из оперы киевской. Как вы помните, тоже вы собрали больше, чем полмиллиона гривен на свечи, окопные свечи. И что с этим, значит, случилось? Дело в том, что Ольга Матушенко, солистка киевской оперы, которая занимается производством этих свечей со своей семьей, с мужем и уже с детьми, потому что мы столько пожертвовали, что детям пришлось бросить школу и исключительно заниматься свечами, она поняла, что сама тоже не справится, и она привлекла всю оперу. Народные артисты Украины, концертмейстеры, певцы, хор, в общем, все балерины, все делают теперь окопные свечи, вы увидите кадры оттуда и увидите благодарность от наших воинов. Так что дождитесь обязательно, досмотрите до конца этот выпуск, там вас будут благодарить за все, что вы сделали. Ну а мы переходим к обзору событий недели, обзор событий недели. Сегодня 2 февраля, а это, как вы знаете, не обычный день календаря, это праздник День Сурка. День Сурка, он одновременно и полезен, и опасен. День Сурка появился в Америке уже давно, в 1800 каком-то там году, а в наши Палестины, в наши Украины пришел вместе с фильмом знаменитым День Сурка, и у этого слова появился новый смысл. По классике День Сурка – это день, когда просыпается сурок, выходит из норы, смотрит, если он видит свою тень, пугается ее и заскакивает обратно в нору, это означает, что зима будет еще длиться несколько недель. Если он тени не видит и спокойно идет гулять, значит, пришла весна, пришла весна. Ну, к нам весна пока, очевидно, не пришла. Но слово День Сурка приобрело благодаря этому знаменитому фильму второй смысл. Это день, который повторяется раз за разом, одинаковый День Сурка. Вот мы сейчас все с вами живем в каком-то, как мне кажется, Дне Сурка. Для меня это так, я просыпаюсь ночью, чтобы посмотреть, куда летят шахеды, куда летят ракеты. Я просыпаюсь утром, чтобы понять, сколько сбили, сколько не сбили ракет. В 8 утра я уже читаю сводку, сколько мы смогли уничтожить российских оккупантов, сколько танков, сколько ракет и так далее. Жду каждое утро сюрпризов приятных. И на этой неделе дождался много, и про них мы сегодня еще вспомним. И, конечно, жду победы. Но дни постепенно стали вот такими одинаковыми, суровыми, военными. Сурковыми. Суровыми, Сурковыми. День Сурка же. Правильно. Сегодня мы поговорим с вами о... Вспомним большие военные победы прошедшей недели обязательно. И финансовые победы наши тоже. Есть такое у нас. Это в хорошем смысле. Но сегодня будет важный разговор о Залужном. Я не собираюсь повторять какие-то слухи. Это все не важно. Важно другое. Вышла большая статья Залужного на сайте CNN. И нам есть, что обсудить в содержании этой статьи. Это, поверьте, интереснее, чем любые все эти внутренние интриги и разборки. А начну обзор событий недели со свежей новости оттуда. Оттуда, оттуда, оттуда. Оттуда в смысле из-за рубежа, из далекой заснеженной Российской Федерации. Там выступил Мишустин, это их премьер-министр. С сенсационным заявлением. Оказывается, значит, в России есть искусственный интеллект. И оказывается, по заявлению премьер-министра России, у российского искусственного интеллекта и всемирно признанного искусственного интеллекта Чаджи Петив абсолютно, как он сказал, разные мозги. Зачитаю из него несколько цитат. Для критически важных отраслей, в том числе для медицины, науки и промышленности, нужно использовать модели, которые соответствуют национальным интересам России. То есть другое, по-другому. Искусственный интеллект России должен думать по-другому, чем нормальный, чем искусственный интеллект здорового человека. В мозгах российского ЧАД, у них, как называется, Джига, Джи Пети и западного ЧАД Джи Пети, фактически, говорит Мишустин, разные картины мира. Разное понимание, что такое хорошо и что такое плохо. И при допуске искусственного интеллекта решений в критически значимой отрасли, важно использовать модели, отвечающие собственным национальным интересам. Дожили, дожили. Два мира, два искусственных интеллекта. Объяснимо, объяснимо, потому что в России кто занимается созданием искусственного интеллекта? Если во всем цивилизованном мире этим занимаются ученые, инженеры, университеты, безусловно, да, специалисты, ЧАД Джи Пети создан айтишниками, айтишниками, великими, большими, больших компаниях, то, ну, в стартапе, а дальше уже Майкрософт и так далее, и так далее. А есть конкурирующие искусственные интеллекты от Гугла. То в России этим занимается Сбербанк. Сбербанк – преступная организация, главный финансист войны. И главный, один из, ну, один из ведущих военных преступников России, именно отвечающий за финансирование этой войны, Герман Греф прямо лично отвечает за создание искусственного интеллекта. Ну, вы видели, естественно, интеллект Германа Грефа. Представьте себе, какой же он создаст искусственный. Это, то, что я говорю, это как бы шутки шутками, но это же серьезно. Илон Маск в свое время профинансировал создание вот этого знаменитого ЧАД-GPT, искусственного интеллекта, который работает во всем цивилизованном мире. Ну, точнее, пока это такая языковая модель, не буду углубляться, но сегодня это называют словами искусственный интеллект. Илон Маск это финансировал, финансировал, а потом вышел из проекта. Меня спросили, а почему вы вышли неожиданно так из проекта, он же такой успешный. Вы знаете, говорит Илон Маск, я посмотрел, пообщался с этим искусственным интеллектом, я понял, что его обучали в Калифорнии. Этот искусственный интеллект обучали в Калифорнии. А в Калифорнии такие ценности, которые мне не нравятся. Я не разделяю ценности Калифорнии. Нет, это серьезно, я сейчас не шучу. Ну, типа Калифорния слишком такая вот, знаете, политкорректность, все вот эти тела, новая этика. И ему не очень понравилось, как ведет себя чат-джи-пити, потому что он был обучен, это искусственный интеллект, обученный людьми из Калифорнии. А теперь представьте себе, что такое же вот этот гига, гига у них, гига-чат называется. Или джига-джага-джага-чат. Джага-джага-чат из Российской Федерации. Кто его-то обучает? Его обучают убийцы и военные преступники. Чему он, что он будет уметь этот искусственный интеллект? Как он сказал, значит, что другие, вот я сейчас зачитаю еще раз, разные картины мира. Какая его картина мира у этого российского искусственного интеллекта? Что надо убивать, грабить, насиловать? В этом его картина мира. Что мы русские, мы идем до конца, у русских особый ген, правильно? Это же он научит, что у русских там еще один ген добавлен. Да. Его научат тому, что России якобы тысяча лет. Он реально загружает в голову абсолютно искаженную картину мира. А потом, его действительно допустят в медицину, науку, промышленность и так далее. Как говорит Мишустин. И он будет лечить, исходя вот из этого. Исходя, что это лучший способ вылечить человека. Прийти, ограбить его, украсть его детей, это лучший способ лечения. Это русский искусственный интеллект, он так будет это делать. Ну, который разрабатывался-то убийцами и военными преступниками. Да. Есть, правда, один нюанс. Вы знаете, какой нюанс? Ну, это не понять, конечно, Мишустину, не понять, конечно, Грефу в силу. Сами понимаете. У них мозги заняты другими. Их естественный мозг занят тем, как бы что украсть, а не как создать что-то. Вот им не понять, что искусственный интеллект отличается от традиционных алгоритмов. В головы 100 миллионов россиян заложили не искусственный интеллект, а алгоритм через пропаганду. Алгоритм, который обучает, ты должен быть убийцей, убийцей быть хорошо, ты должен убивать украинцев, и твои дети все, ты должен рожать детей, чтобы они погибали на войне. Это то, что заложено как алгоритм этим самым 100 миллионам человек. А, и голосуй за Путина раз в 5 лет или раз в 6, и будет тебе счастье. Вот примерно такой алгоритм. В остальное время пей водку. Нормально. Как это закладывается? Ну, алгоритм. Просто взяли, написали пропагандист и вложили в голову. Искусственный интеллект не так. Так он учится сам. Искусственный интеллект, он отличается от алгоритма тем, что он обучается сам. Он интеллект. А как обучается нормальный интеллект? Знаете, как обучается ребенок? Он обучается на примере, он смотрит, что происходит вокруг, какую информацию он получает и так далее, и так обучается. Если вы будете учить ребенка обязательно каждый вечер читать книгу целыми вечерами, что он должен каждый вечер читать книги, но сами будете пить пиво перед телевизором, глядя в футбол, он станет пить пиво и глядеть в телевизор в футбол. Он не станет интеллектуалом и читает книги. Но искусственный интеллект будет иметь доступ ко всему миру. То есть если россиянин сидит, которого заложили алгоритм, смотрит первый канал. Вот эти 100 миллионов, не все россиянин, а только 100 миллионов. Я специально подчеркиваю, что есть еще десятки миллионов нормальных россиян. Но вот эти 100 миллионов человек сидят, смотрят телевизор шоу Соловьева и тупеют каждый день, тупеют, тупеют, тупеют и тупеют. То есть искусственный интеллект он же не так себя будет вести. Он же не будет смотреть шоу Соловьева каждый день. Вот знаете, сказал по этому поводу тот же Илон Маск, сказал про угрозу потенциальную. Он сказал, что искусственный интеллект может стать угрозой человечеству, потому что может стать умнее самого умного человека. Что правда. Но искусственный интеллект, созданный в России такими военными преступниками, как Греф и Мишустин, может стать глупее самого глупого человека. Глупее самого глупого человека. Но это только при одном условии. Ведь его же надо отрезать от мира. То есть вот как этот деревенский россиянин, глядящий в первый канал. Искусственный интеллект тоже должен обучаться только на первом канале. Должен не иметь доступа к интернету, не читать энциклопедии настоящих британских, не иметь настоящих знаний, не слушать группу Би-2 или Гребенщикова, не читать книг Акунина и Шекспира. Понимаете, это проблема. Нужно быть такой изолированный искусственный интеллект. И угрожать ему нужно, как угрожают россиянам. Что чуть что, мы тебя лишим премии, лишим звания заслуженный интеллект Российской Федерации, народный интеллект Российской Федерации. Ты у нас обязан садиться в ящик и ехать в Мариуполь на гастроли, как искусственный интеллект. Смогут ли россияне создать самый тупой в мире искусственный интеллект, который глупее самого глупого человека? Ну что ж, вот он новый вызов для новой России, как мне кажется. Ответа у меня простого нет. Но они на правильном пути, раз они поставили такую задачу. От сознательного, буквально на пару минут к подсознательному. Вчера в эфире Питер Залмаев, знаете, такого, наверное, украинского журналиста, признался мне во всем. Признался, что он меня видел во сне. Говорит, во сне приснился Шетельман. Видимо, потому что он слишком часто берет у меня интервью, ему приснился Шетельман. Питеру Залмаеву. Во-первых, у меня к вам вопрос, а вот вы меня смотрите тоже часто, а вам не снился Шетельман? Напишите в комментариях, мне прямо интересно. Снился ли кому-нибудь Шетельман? Если не снился, то что он делал, что с ним происходило? Мне интересно будет почитать. Снился ли вам Шетельман? Интересный вопрос. Ну раз уже Питеру Залмаеву снился. Но дальше я решил по Фрейду проанализировать, почему я приснился именно Питеру Залмаеву именно на этой неделе. Питер, потому что имя Питер, понимаете, Питер Залмаев. А бомбили мы Питер. Еврору мы бомбили практически. По центру Питера ударили мы беспилотниками на этой неделе. Впервые это была новость. Поэтому и снился я Питеру Залмаеву. Что тебе снится, Питер Залмаев? Так я назвал этот коротенький. раздел сегодняшнего выпуска. Он, естественно, посвящен прославлению меня самого. Вот, например, одна девушка вчера в комментариях написала «Будет тебе вража, как Михаила скажи». Тоже смешная цитатка про меня. Ну и, наконец, меня часто спрашивают «Михаил, а почему вы никогда ни в одном выпуске, ни разу не просили подписаться на ваш канал? У вас же есть канал Штальмана. Почему вы не просите подписаться?» Я подумал, ну, действительно, наверное, от скромности. Наверное, я от скромности не прошу никогда подписываться на мой канал. И некоторые спрашивают «А как сделать это?» А очень просто. Внизу в описании есть ссылка, написано «Подпишись на канал Штальман». Там собака Штальман. Вы переходите по собаку Штальман и нажимаете «Подписаться» или же «Сабскрайб». Это если вы смотрите на каком-то другом канале. Если смотрите на самом канале Штальман, просто подписка. 337 тысяч подписчиков. Буду следить за вами всеми внимательно, чтобы сделали 338 к нашей встрече. Встреча у нас в воскресенье, напомню, будет стрим в 19.00 по киевскому времени. Кстати, многие тоже. Время начала передач киевской. 19.00 по Киеву. Соответственно, если вы смотрите восточнее, например, в том же Петербурге, который мы бомбили на этой неделе, то в 18.00 из Петербурга можно смотреть меня. У вас нет. Еще раз, не так. У нас 19.00, в Петербурге 20.00, конечно, наоборот. Если вы смотрите в Варшаве, то у вас 18.00. Вот такие дела. Подпишитесь на канал «Штриман». И пока ставьте лайк. Я думаю, за все, что мы на этой неделе сделали. Большое для Запорожья. Надо ставить лайк этому видео. Вся эта трига недели с увольнением и неувольнением Залужного неожиданно новый поворот в ней состоялся. На сайте CNN вчера опубликована статья Залужного о том, как воевать дальше. Вот так вот. То есть позавчера CNN пишет, точно в пятницу до конца недели Залужный будет уволен. Вчера опубликует статью о том, как воевать дальше. При этом, значит, примечание от редактора к этой статье примерно следующее содержание. Сейчас вам зачитаю, потом попытаюсь перевести. Потому что это вот такой английский поворот. Так только англичане умеют вот так повернуть логику. This article was written before an expected announcement of his dismissal. Ну, his в смысле Залужного. То есть эта статья была написана до ожидаемого сообщения об отставке Залужного. То есть эта статья написана не до начала скандала, не до начала разборок, а как получается? CNN сказал, ожидается сообщение об отставке Залужного, а статья была написана до того, как это сообщение произойдет, хотя оно еще не произошло. То есть статья написана до воображаемого указа об отставке Залужного. Смешно, да? Смешная такая британская политкорректная логика. Ну, американская в данной ситуации, но чего уж там. Статья Залужного называется «The design of war has changed». Изменились как бы правила войны, дизайн войны. И снова, снова, вы знаете, эту статью надо читать достаточно внимательно, если изучать, потому что достаточно глубоко копает Залужный. Он не пытается какие-то поверхностные тезисы приводить, как ждешь вроде бы иногда от военного, но так по-честному. А пытается понять, что осознать, что такое новая вообще война, что такое новый тип войны. Как он и пытался в икономисте сделать. Из него выхватили из этого икономиста тогда вот этот жалкий тезис о том, что ну все, у нас тупик. Статья была про другое. Статья была тогда про другое и сейчас тоже. И недаром Залужный начинает издалека, аж со Второй мировой войны, что вот 80 лет назад была война, и что вот это сохранилось так, как было. А вот, значит, ну главная концепция войны, дескать, сохранилась такая, как была, а именно, что победой в войне считается, когда вы уничтожили противника, или когда вы захватили или освободили территорию. Это победа в войне. Но, говорит, произошли большие изменения в самом порядке ведения войны, в том, как ее вести. И каждую войну надо в этом смысле рассматривать отдельно, как он говорит. Victory needs a unique strategy and follows a unique logic. То есть, что победа, в общем, она каждый раз требует уникальной стратегии победной и даже уникальной логики для конкретной войны. Вот что интересно. В частности, на этой войне, по мнению Залужного, центром вот этой уникальной логики, уникальной стратегии является использование тех средств поражения, которые не задействуют людей. То есть, это беспилотники, это беспилотные катера, это танки без экипажей, это какие-то средства эвакуации без водителя и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот пример того, что уникальная стратегия и, соответственно, уникальная логика, я вам вспомню даже, да, без Залужного. Вот, например, Корейская война, северо с югом. Северная Корея против Южной Кореи. Тогда военное преимущество было на стороне Южной Кореи подавляющее, тотальное. Потому что там американцы воевали, ну, это называлось силой ООН, но там воевала американская армия, которая вот недавно закончила Вторую мировую. И она просто разутюжила эту Северную Корею. Как докладывал командующий американскими войсками в Южной Корее, докладывал президенту США, тот приказывал, бомбите сильнее Северную Корею. Тот говорит, мне нечего бомбить, там нет ни одного объекта, ни одного здания в Северной Корее нет, которое я могу разбомбить. Там куча бетонной крошки, на них сидят китайцы. Все, мы убиваем китайцев, китайцы присылают новых китайцев. Мы убиваем следующих китайцев, они присылают новых китайцев. Некоторые эпизоды нашей нынешней войны сегодня, это я сейчас отвлекся от Залужного, простите. Но некоторые эпизоды нынешней войны напоминают вот эту историю войны между Южной и Северной Кореей. В Авдеевке, как нам сообщил, кстати, Зеленский на этой неделе, и многие сообщили, выстроены стены из мертвых россиян. Стены. Они выстроили уже защитные сооружения, россияне, из тел своих солдат, которых наши уже убили. Они присылают новых солдат, те из тел выстраивают стены и за ними прячутся. Это уже напоминает Северную Корею. И заметьте, Северная Корея, ведь Южная Корея не смогла освободить свою территорию, все это там остался коммунистический режим Северной Кореи. За счет гибели там миллионов людей у них в Северной Корее миллионов. Так что действительно везде требуется своя логика и своя стратегия. И вот генерал Залужный говорит о новых технических средствах. Что только это, массированное использование дронов и другой автоматизированной техники. Кстати, вот вам и искусственный интеллект, я думаю, в данной ситуации придет на пользу. Не тот не русского производства, не тот, который тупой еще тупее, а который умнее всех людей. Что только это поможет, и это лучший путь для Украины избежать позиционной войны использования этих самых автоматизированных средств управления. Дальше. Залужный раскрывает тему под названием, что он недоволен тем, как в Украине развивается строительство вооружения. Производство вооружения в Украине. Запасы ракет, перехватчиков ПВО, боеприпасов для артиллерии у наших партнеров и исчерпываются, у западных партнеров, из-за интенсивности боевых действий в Украине, а также из-за глобального дефицита топливных зарядов. Россия же, по мнению Залужного, принимая во внимание события на Ближнем Востоке, специально отвлекает международное внимание и может попытаться спровоцировать еще новые конфликты в разных новых регионах. Кстати, чем в Северной Корее не новый регион для этой цели. И поэтому у нас есть проблема с перевесом в боеприпасах. Мы ставимся ограниченными несовершенством нормативно-правовой базы в нашей стране. Это по производству вооружения. Оказывается, есть такая проблема. Вы, наверное, не знали, я не знал. А также частичной монополизации оборонной промышленности. Это приводит к узким местам в производстве, например, боеприпасов, что еще больше усугубляет зависимость Украины от союзников в вопросах поставок. Понимаете? Генерал Залужный этой статьей, по-моему, по чуть-чуть, выносит наружу свои противоречия с президентом Зеленским. Вот он критикует систему создания вооружений. Критикует то, что есть монополизация производства вооружений. Но это намеренно сделано, да, выносится наружу то, что можно вынести. То, что, возможно, при помощи западных партнеров можно решить. Так что вполне себе рабочая идея. Но дальше больше. Дальше генерал Залужный в своей статье делает такое заявление, которое абсолютно новое. Сейчас я вам его расскажу. Значит, он утверждает, что... Вы знаете, я не буду там опускаться дальше в детали того, какие именно дроны надо создавать, как они в результате разведки приносят, какую ценную информацию и так далее. Но, по мнению генерала Залужного, на сегодняшний день Украине нужно 5 месяцев, 5 месяцев, 5. Для того, чтобы создать принципиально новую систему управления войсками на фронте, чтобы суметь интегрировать вот все, что есть сегодня там электронного и так далее, я тоже упрощенно так говорю, чтобы создать цифровую карту войны. Цифровую карту войны и цифровую систему управления войной. Интегрирует туда, видимо, авиацию, но он слова авиации не пишет. Но все вот эти дроны, все вот это, это же впервые создается. Централизованная система управления. Это, знаете, это в компьютерной игре хорошо, когда ты сидишь, у тебя все кнопочки, у тебя там танки пошли, там самолеты полетели, здесь у тебя снаряды добавили, здесь прибавились, и все это высвечивается. Но, видимо, сейчас этого в жизни не существует. И он пишет про эти 5 месяцев. И меня это прямо заинтересовало особо. Ведь до этого мы такого тезиса никогда не слышали, что это за 5 месяцев такие. То есть, видимо, но это мои догадки дальше пойдут. Видимо, Залужный утверждает следующее. Да, taken everything into account at this moment, within the creation of such a system could be achieved in 5 months. Ну, не буду опять в детали погружаться. И, кстати, да, он пишет. Но у наших партнеров такой же взгляд на этот предмет. То есть, Залужный просит у президента, насколько я понимаю, 5 месяцев на реорганизацию нашей армии под новые электронные стандарты. Интересная история, содержательная. Какая-то интрига, мне кажется, здесь есть. Ну, дальше уже все остальное. Вот это главный ключ. Мне кажется, эти 5 месяцев – это ключ. Дадут ли Залужному 5 месяцев на то, чтобы перестроить эту армию, с учетом того, что, как он утверждает, партнеры считают точно так же. Дальше он называет три основные цели на 2024 год в войне с Россией. Но с ними, ну что, создание системы обеспечения вооруженных сил высокотехнологичными средствами. Шо, да. Внедрение новой философии подготовки и ведения боевых действий, которая учитывает ограничения в средствах и способах их применения. То есть, что у нас средств мало, снарядов мало, поэтому мы должны с учетом этого создать новую систему управления войной. И как можно быстрее осваивать эту третью – новые боевые возможности. Вот такая статья. Но про эти 5 месяцев запомните этот твит, как говорится. Если сейчас нынешняя волна истории про уволили-не уволили Залужного, если она сейчас закроется, заглохнет, остановится, если выяснится, что все это неправда и все продолжаем, все остаются на своих местах и остаемся воевать, как воевали, то похоже, что новая волна, заново мы вернемся к обсуждению этой темы 1 июня. 1 июня. 1 февраля была опубликована эта статья. Прибавьте 5 месяцев и будет у вас 1 июня. День защиты Залужного. Я шучу, день защиты детей, конечно. Запомните это, запомните, товарищи. Субтитры создавал DimaTorzok